Багущанская ГЭС Мало того, что ты начитался, знаешь это все, на экзаменах отвечаешь, вроде знания есть, но у меня в моей практике даже было, я встречал таких людей, когда что-то происходит с оборудованием, человек просто от стресса теряется, его с места невозможно слить. Не то, что там принимать какие-то решения майоносные, причем решение должно быть принято одно единственное и оно должно быть правильным. Цена ошибки очень велика, мы все прекрасно понимаем, какая мощь гидростанции, какая мощь этого водного потока. Следить приходится не только за показаниями приборов. Регулярно совершаются обходы плотины и прилегающей территории. Измеряется уровень грунтовых вод, чтобы знать, насколько интенсивно влага просачивается через берега. Для химического анализа берут пробы из самой ангары. Определяют жесткость воды и ее влияние на бетонную конструкцию. В специальных галереях внимательно осматривают стены, нет ли трещин. На ранних стадиях все определить и принять какие-то меры. Хотя, конечно, это вот бетонная такая здоровая, здоровенный массив. И вроде как ничего не будет, но контролировать необходимо. Бесперебойную работу станции обеспечивают и собственные IT-специалисты. Их задача поддерживать надежную связь между разными отделами ГЭС. Многие из этих молодых людей годами мечтали попасть сюда. Гидроэлектростанция – крупный объект, интересный. Много нового, много новых систем, много работы, развития. Как себя, так и в обществе в этом. Но много людей новых, знакомств. И руководство Богучанской ГЭС высоко ценит такое трудолюбие. Для всех, кто связал свою судьбу со станцией, создаются особые условия. Как итог, текучки кадров на станции нет. У нас замечательная социальная программа, хороший социальный пакет. Средняя заработная плата по предприятию – 90 тысяч рублей. Это тоже интересно. Еще и за этим едут ребята. У нас много спортивных мероприятий. Мы участвуем во многих турнирах. Устраиваем сами для себя с Богучанским алюминиевым заводом соревнования по футболу, по КВНу. Результат такой заботы об оборудовании станции и о сотрудниках – постоянно растущие показатели выработки энергии, а значит, привлечение в район новых производств и укрепление экономики всего края. Но об этой стороне деятельности Богучанской ГЭС расскажем в следующей серии. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok